друзья всем привет вы на канале татьяна из казахстана спасибо что с нами находитесь воскресный денек сегодня приглашаем вас прокатиться по улице иляева бывший полторацкого приятного вам просмотра и вначале видео поставьте лайки ну а мы начинаем сейчас мы ехали по улице желток сам бывший доларес аэроагентства повернем на проспект мира бит битчонка многие пишут в комментариях что я очень мало знаю про город еще раз повторяю для вас что живя в городе и каждый день находясь в нем уже забываешь что было пять лет десять лет двадцать лет вы уехали зафиксировали это в своей памяти у нас мы живем в этом городе для нас эти изменения не так то что было раньше и то что сейчас в общем не не помним то что было уже вот допустим вот это здание сейчас это партия аманат даже сама партия поменяла название буквально два года назад она была партия нуратан а раньше это было здание политпросвещения за ним 8 микрорайон рядом с ним построен отель айдана плаза поворачиваем на улицу полторацкого ганиляева с левой стороны здание мираз университет сейчас тоже все перестраивают даже сам университет уже выглядит ну и с этой стороны жилые дома и на первых этажах опять же наши любимые торговые точки здесь вот тоже это общежитие по моему поэтому для вас выграют для этого снимаю чтобы вы писали и мне самой с вами интересно что же где было я вам показываю как выглядит город сейчас вы своих комментариях пишите о том что здесь было раньше мы обмениваемся информацией мы на знание мы на звание знатоков города не претендуем мы просто вам показывать как что да как вместе совместными усилиями с вами вот и выясним что-то знаем мы что-то помните сегодня далее жа ста и корпус кастей а потом обратно Улица Полторацкого, вся буквально до Кунаева, это общежитие, здание университетов, справа и слева бывшее общежитие. Также они сейчас в общежитии, в принципе ничего особенного не поменялось, просто поменялись, выросли рядом здания, здесь же просто пустырь был, ничего здесь не было. Нет, тут же было старое здание пединститута и спортзал, здесь был зал борьбы маленький. Вот и выросло вот такое вот общежитие большое. Здесь вот допустим с левой стороны кооперативный техникум, это сейчас обычная школа. Вот едем дальше, бывшее здание политехникума, сейчас это бизнес-центр Парасад. С левой стороны жилой дом. Вот здание с левой стороны, кто помнит, был такой Каскоммерцбанк, даже его уже нет, вот здание его продается. Вот здесь было Ил-22 тоже, кто помнит, уже никто не помнит. Вот здесь какое-то управление. Что это, департамент? Управление, все, не управление. Проехали Кунаево. Дайон музыкальной школы. Тоже музыкальная школа стоит, разваливается. Вот на месте бывшего детского садика вырос первый высотный ЖК Аль-Параби. С левой стороны был телекомпания от РАД, до этого был садик, уже этого тоже ничего нет. Больница ЦАХ. Сейчас это клиника частная. С правой стороны, с правой стороны, алмаз и живой дом. Вот мы обратно поедем, поснимаем там. Вот здесь вот в 90-е был магазин бытовой техники. А это городская стоматология. Вот она выглядит так же, как вы ее помните. С ней почему-то не произошли никакие изменения. Перекресток Иляева и Козыбек-Би, то есть Советская и Полторацкая. Вот здесь вот был бар Хиллбен. Холстер. Или Холстер. Холстер. Ну вот тоже. Напишите, кто помнит. Здесь вот видите, осталось от него вот, вот что осталось. Едем дальше. Забор это Кен-Бабы или детского парка. Сейчас тут тоже понастроили всяких гостиниц, ресторанов. Это здание кукольного театра. Так стараюсь, так, что ты видишь, как я еду. Да, я вижу. Вот новый супермаркет. Раньше здесь просто были жилые дома. Вот скоро открытие. Новый супермаркет. А, уже его открыли. По-моему, да? Куктура, он буквально неделю назад. Ну, его только строили. Перекресток. Это Титова, да? Титова. Камташенова и Иляева. Титова-Полторанского. Вот еще надо помнить название улиц. Едем в сторону. Вот так. Род дома и тут хлебзавод живет. Первый же. Первый хлебзавод. Сейчас покажем, что нам на месте хлебзавода находится. Поделитесь. Ну, от этого хлеба в нашем любимом городе меньше не стало. У него столько, что каких хотите сортов. Ход тоже, видите, что-то строится. Гоголя. Весь центр. Старые дома продаются, сносятся. Это Гоголя. Здесь, по-моему, тоже кондитерская фабрика. Не знаю. Вон там топ-диспансер. Да, топ-диспансер. Это знают все. Я помню, по-детсу мы здесь ходили, когда-то за конфетами. Да, мы. Где-то вот прям керри. Ну, вот это, по-моему, территория. До Кобиска здесь была маленькая кондитерская фабрика. Ритуальные услуги. Знаменитые ритуальные услуги. Когда был ковид, они пользовались. Да, это спросом. Да, точно. Всем здоровья, всем долговетия. Ну, не забывайте, на какой улице ритуальные услуги находятся, если что. Это у нас что? Черношевского. Вот, скоро по ней прокатимся обязательно. Она уже... Вот, на углу был хлебзавод. Вот, пожалуйста, показывай. Это улица какая у нас перекрестка? Клоково. Сейчас это Ахман Батыра. Вот, смотрите, вот где высотка. Жилой высотный дом. Это место, где был раньше хлеб на углу. На углу в эфирменном магазине. Кто об этом будет помнить? Да никто. Мы пока помним. Магазин, торт и все. Вы это точно помните. Но вот здесь уже ничего об этом не напоминает. Да, да, да. Вот эти тоже дома, тоже новоделы. Нет, ничего не было. Ничего. Вот все, Тимирязево. И вот купик, там роддом. Сейчас разведемся. Ну, проедемся еще раз. Также Ганильяево до конца не пробили. Это направление города считается сейчас бесперспективным, юго-западное. Раньше это было направление к заводам, промзоне. Сейчас оно как бы... Но все равно вот эти вот жилые дома-то будут потихоньку сноситься. И будет... Вот первый роддом. Это вот роддом. Может быть, кто-то здесь родился. А может быть, кто-то... Родил. Родил кого-нибудь. Чемкенца. Или кто-то здесь стал чемкенцем. Тоже, вот видите, все после ремонта. Все практически больницы, кроме вот, как мы выяснили, кроме ЖД поликлиники, ЖД больницы, что-то как-то совсем... Ну, наверное, сделают ее в ближайшее время. Да, дорога здесь не очень. Ну, тоже тупик. Никто здесь не ездит, поэтому никто ее не чистит. Тупичок. Да, у нас сегодня мокрый снег идет. Холода спали, морозы. Конечно, была вот эта неделя, три дня, где-то 25. Градусов для нас это испытание было и для техники, и для машин. Вообще, ну, ничего пережили. И вот теперь наша чемкенская зима, слякоть. Не знаю, что лучше, когда сухой мороз или когда вот это... Лучше, когда тепло. Чвакалка наша. Вроде бы вчера шел снежок, а сейчас вот дождь со снегом, и все это тает. Ноль градусов, один минус. Такая неприятная чемкенская зима. Ну, может быть, завтра уже будет солнышко, и все это растает. Вот новые дома. И вот там дальше, смотрите. Хлебзавод бывший. Это вот все на территории хлебозавода. Вот там дальше еще строят. Вот такой вот красивый. С партинга. Тоже какой-то домик. А, это какой-то... Офис, офис, офис. Как оригинально построено. Да, в старинном таком, причем в европейском стиле. У нас таких зданий нет. Вот этот вот дом, по-моему, только в 90-е достроили, обделали. По-моему, сами причем, как он, кооперативный дом. Как вот на этом, на... Байтур-Симур. Вот инновационный колледж технологий. Да, и когда туда ехали, я снимала... Кен Баба говорила. И Никольский собор, бывший сейчас, и кукольный театр. Просто позвонили, поэтому отвлеклась. Вот еще раз хочу вам показать. А в советское время, вот это был дом пионеров. Моя мама, как она говорила, ходила сюда в кружок, кройки, шитья, вышивали. А моя мама в вязании. Вот, видишь. А наша дочь там постигала театральное искусство. А сейчас постигает в другой театральное искусство. Это вот стадион «Динамо». У меня есть несколько видео. Летнее время, в осеннее. И бассейн там «Динамо». Вот, открытый бассейн. Также все это за, как это, министерство внутренних дел, так и осталось. Так, ковер на втором. Нет, ковра сейчас там. На втором этаже ковра нету. Где был ковер, сейчас там тренажерный зал. Да, есть у нас, да, любители этих искусств, единоборств. Есть такие. Едем дальше по Полторацкого. С правой стороны больница. Когда-то в разные годы был роддом, сахтром, пункт. А за этим забором в советское время располагался детский садик. Потом здесь была телекомпания «Утрар». Также здесь была школа «Битаны». Теперь школа танца «Битаны» переехала вот в это красивое здание. Оно построено на бывшей автостоянке. А за ним располагалась первая музыкальная школа. Сейчас она стоит заброшенная. И она переехала. За этими зданиями располагается школа искусств. Ну, а это высотка на перекрестке Кунаева и Полторацкого. На первом этаже этого жилого дома, насколько я помню, располагался книжный магазин. Сейчас на этом месте от Басы Банк. В этом здании в 2000-х располагался Казкоммерцбанк. Сейчас здание сдается в аренду или продается. Этот жилой дом располагается на территории бывшего одного из корпусов политехникума. Еще тогда, когда я училась, закончила, его вот снесли. И на этом месте построили жилой дом. Впереди его торговый ряд. Также в Шемкенте есть своя Эфелева башня. Едем дальше пересечения Байтурсынова и Ляева. Вот это красное здание – это бывший кооперативный техникум. Сейчас это обычная школа-гимназия. Ну и дальше располагаются здания бывших общежитий. Это вы уже подскажите в комментариях. Вот в этом магазине раньше был в советское время магазин Штор. Едем дальше. Ганиеляева – одна из первых была улиц, где первые этажи были отданы всяким магазинам, кафешкам. Одна из первых кондитерских – это кондитерская Мадлен. Она вот здесь так и располагается. А вот это здание старого уюта. Смотрите, даже надпись сохранилась с советских времен. Перекресток мамы Шулы и Ляев. Байтурсаева, бывших космонавтов и Полторацкого. Вот это оранжево-розово-черное здание – это здание университета Мираз. Постоянно его перестраивают, достраивают. Впереди здание бывшее Политпросвещение. Сейчас здесь располагается партия Аманат. А наше путешествие подошло к концу. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!